это формула юмора и прямой эфир на юмор бокс самым развлекательным и самом смешном телеканале странный смех юмор музыка и хорошее настроение это то что вас сегодня будет бодрить и веселить меня зовут женю вольтов и как всегда разгадываем формулу очередного юмора сегодня будем выяснять есть же юмор в паранормальном и бывает ли вот барабашки смешные давайте спросим это у моего сегодняшнего эксперта уфолог человек по и специальность человек специалист просто по паранормальным явлениям и мой дорогой горячо любимый друг ильяс аглиани сегодня будет вот на этом звездном белом стуле звоните 495-276-2949-5522 это номер для коротких смс-сообщений эфир пробел ну и ваш вопрос конечно же сегодня разыграем подарок от самого потрясающего бренда натуральной косметики натур сибирика представлен в 45 странах 46 в россии тоже представлены наши добрые партнеры подарят вам косметическое наслаждение если вы угадаете звезду который мы сегодня зашифровали в рубрике кто есть кто но это позже а пока настраивайте телефоны крутите сильнее вас не слышно что называется вот и дозванивайтесь в эфир оставляя вас наедине с баста и сансара вы знаете как знаменательно так получается сегодня все будет волшебно величественно и немного покрыто тайной поехали формула юмора начинает свою работу прямо сейчас потому что ну наконец-то через тернии буквально и май и апрель сколько я тебя звал наконец-то нашел время я загляния уфолог специалист по паранормальным явлениям человек который просто потрясающим каким-то невероятным образом диагностирует ауру не знаю может ли это делать через телевизор но я служебным положением буду на протяжении всех полутора часов пользоваться я готов же все что ты скажешь будем общаться со зрителями и рассказывать о самом загадочном и непознанном будем это делать вместе с телевизионными зрителями звоните по телефону 495-276-2949-5522 это короткий номер для смс-сообщений эфир пробел и ваш вопрос для или если вы хотите узнать что-то непознанное и неразгаданное себе если вы чувствуете что в ваших домах есть нечто паранормальное возможно именно или я скажет вам что это ну и превратит это все в стабильность ну я надеюсь юмор вот скажи мне первый вопрос есть ли все таки вот в этой такой непознанной уфологической сфере место для юмора часто ли шутят субличности и барабашки мне кажется это бывает в любой сфере вот в том числе и в паранормальной даже когда человек находится дома да и вдруг начинают слышать какие-то стуки или шаги непонятные сначала он может предположить что к примеру там животное да кошка дома там ведет себя как-то странно и от этого все вот эти вот шорохи и шаги а с другой стороны люди не понимают что существует некий хранитель жилья до барабашка который защищает жилище и в том числе иногда может хулиганить с юмором хулиганить с юмором вот собственно поэтому я думаю что в мистической сфере тоже есть отчасти доза юмора есть ли возможность продиагностировать такую вещь самостоятельно ну вот у меня например я выезжаю на какие-нибудь выходные за город приезжаю и у меня самый-самый высокой полки постоянно падает индийская фигурка причем я все это валю на домашнее животное но с другой стороны туда никак не залезть только если кошки вдруг научились летать вот как отличить земную шалость от внеземной если какие-то патроны и вот и индикаторы того что это все-таки что-то паранормальное если это происходит один раз это случайно второе совпадение третий раз это статистика если в квартире постоянно что-то странное происходит там падают предметы странно ведет себя животные к примеру собака она смотрит пристально в один и тот же угол и начинает проявлять свой оскал кому-то невидимому да тогда стоит обратиться к специалистам значит либо в этой квартире произошли когда трагические события возможно там обитает фантом или призрак либо в этой квартире обитает домовой которая злится на что-то поэтому существует обряд задабривания барабашек с помощью народных методов это молоко конфеты и это все помогает то есть в первую очередь нужно обратить внимание как часто это происходит при каких условиях тогда уже обращаться к специалистам потому что все таки если человек захочет сам это устранить это очень может плачевно за него закон для него закончится так как игра с тонким миром с миром магии она очень опасна ну а вот как ты относишься к скептикам которые в принципе все то о чем мы сейчас говорим но они обесценивают смеются и так далее ты сам вот веришь в то чего ты не можешь увидеть безусловно я верю и ты не поверишь жень в свои 27 лет в этом году я действительно своими глазами со своим очень известным другом и ехали по одной из подмосковных трасс и я увидел своими глазами призрак двух фантомов мужчин они были одеты в старинную одежду и видел прям своими глазами отчетливо что самое удивительно это зафиксировал регистратор и буквально не так давно мы этот регистратор показали многим журналистам и действительно прямо на встречной полосе бегут два двое мужчин бегут полупрозрачные силуэты очень четко видны именно видеозаписи и я это глазами видел и он одновременно поэтому кто не верит рано или поздно сталкиваться с чем-то необъяснимым другой вопрос как человек для себя это объясняет но я скажу так я знаю что мы не одни живем во вселенной много тысячи сотни правильных миров у каждого человека есть свои энергетические центры есть аура существуют разные феномены которые к сожалению официальная наука на сегодняшний день не способна изучить не способна правильно трактовать и нет ресурсов для детальных исследований этих явлений необъяснимых раз уж ты в этом так хорошо разбираешься наверняка к этому всему способствовал какой-то недюжий интерес к этому всему расскажи пожалуйста как ты начал вообще в принципе этим заниматься я думаю нашим телевизионным зрителям действительно это интересно но сидит человек там я не знаю в каком периферийном городе чувствует что у него есть способности может быть не самые стандартные и глядя на тебя может их обратите в мирное может быть даже где-то научное русло 16 лет я увидел своими глазами нло это было это было в московской области я был молодым парнем который интересовался мистикой любил смотреть на звезды я увидел не нечто эллипсообразное двигалась на фоне звездного неба при том что самое интересное я помню этого объекта была зигзагообразная траектория так как я был молод я еще не понимал с чем я столкнулся но в тот день я помню это был август месяц я зарисовал ровно два часа ночи это объект который я увидел после этого начал много читать литературы изучать поверхностно квантовую физику пытаться понять вообще что это заявление много читал потом по подмосковье стал организовывать мини путешествия в поисках аномальных мест мест силы где человек может зарядиться или наоборот посещал места где что-то происходит необъяснимое вот и пошло поехало я нашел свое призвание и по сей день уже многие годы верен своим зрителям верен своей профессии и уже на сегодняшний день я обладаю огромным количеством аппаратуры с помощью которой я исследую паранормальные явления единственное в россии человек у которого много разных ресурсов физических приборов которые помогают исследовать это у меня вот если в этой связи у тебя коллеги или может быть конкуренты которые но действительно достойны того чтобы о них сказать или ты сейчас можешь сказать что ну вот их нет так сам считаешь как сам чувствуешь может быть конечно их нет абсолютно точно потому что единственная приборная база есть у меня но существует различные энтузиасты не поздно но существует группы исследователей которые именно в городах в перифе периферийных работают исследуют собирают информацию и с такими людьми я общаюсь я постоянно на связи в любых социальных сетях и каждому человеку кто мне пишет я отвечаю даю советы иногда даже делаем экспедиции к примеру год назад мы ездили в краснодарский край там проявились круги на полях вообще краснодар это родина кругов известный феномен наверняка ты тоже слышал что самое интересное там образовались круги именно те которые нельзя подделать у них в коленцах колоссия были согнуты а формировать колосс вот обычным языком выражается это нужно либо давление зажигалкой либо электромагнитное воздействие вот мы изучали долго эти формации пришли к тому что это то явление которое с точки зрения официальной науки нельзя на сегодняшний день изучить мы столкнулись с непознанным именно в краснодарском крае когда увидели вот эти вот формации но а если вспоминать вообще в принципе весь твой путь какие вещи удивили тебя сильнее всего ну я понимаю что есть первый опыт да когда ты в 16 лет увидел а что что вот прям удивило или может быть испугала ну конечно же меня удивило когда мы зафиксировали не так давно призрак невесты на латкаринской всем известной дороге смерти где по истории дорога проходит по костям по старобляческому кладбищу и одной девушке удалось случайным образом на видеорегистратор зафиксировать силуэт фате который стоял в ночное время и это видеозапись она передала мне прислала на почту электронную да 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 и мы долгое время исследовали эту видеозапись показывать специалистам кто-то говорил что это видеомонтаж но когда мы прошли ряд экспертиз на сегодняшний день это видео подлинное нам удалось действительно поймать настоящую сенсацию и доказать всей стране что существует этот призрак невесты как хранитель своей территории иногда действительно появляется перед водителями и предупреждает их об опасности вот это да ну а если говорить о тех субличностях опять же да и каких-то эмоционально фантомных персонажей даже не так как это сказать сказать правильно сформулировать которые несут в себе не предупредительную да и не агрессивную миссию а все же ну вот они такие добрячки может быть охранники может как союзники да как союзники вот мне бы хотелось детально рассмотреть именно их потому что очень часто случаются не случайные вещи в которых назовите вот знаешь вот это как бог отвел говорят а вдруг не бог вдруг кто-то другой вот как в этом начать разбираться помоги у любого человека есть ангел-хранитель и конечно же вот к примеру смотря на тебя я могу сказать что у тебя точно есть союзники вот мы не будем сейчас даваться в правду в подробности но у людей иногда бывают скажем так из тонкого мира свои защитники которые его оберегают подсказывают но эти люди либо связаны с магией либо им эту защиту кто-то сделал то есть это одно из двух а вот у меня сделана защита и я у тебя я думаю что она приобретенная до сделанная но с детства у тебя во первых аура духовного человека человек который интересуется духовными знаниями тебе подойдет заниматься кстати йогой вот перед эфиром ты хотел как раз абсолютно подходящий для тебя путь вот и у тебя чувствуется по энергетике что есть свои скажем так добрые слуги которые тебе помогают есть же верно наверняка и какие-то вещи и опять же персонажи которые пакостить могут безусловно то есть существует я расскажу существует такое понятие как лярва к примеру лярва это сущности которые могут к человеку присоединяться и все жизненные силы у него забирать тем самым человек будет себя плохо чувствовать болеть что такое когда человек одержим это когда в него вселяется сущность и овладевает его сознанием тем самым она начинает управлять человеком в религиозных кругах это называют бесами когда человеком полностью нечисть забирает под себя и тогда человек существовать начинает как именно да ну вот ты знаешь ведь к оба кому-то наверняка не при не присобачиться эта история то есть человек либо позволяет либо зовет это правильно и в первую очередь это влияет из-за эмоционального фона к примеру все призраки фантомы они питаются страхами если человек боится для них это как корм также в данном случае если у человека слабое эмоциональное поле то к таким людям они наиболее уязвимые для сущности вот они могут как раз контактировать с потусторонним миром но при этом эти люди подвержены тому что они могут стать одержимыми я вот очень часто наблюдаю за своим настроением и если честно она очень трудно периодически поддается какому-то диагностированию и прогнозированию да то есть вот сегодня ты встал вроде бы солнышко светит птички поют вот юмор бокс а внутри прям вот это что такое это все-таки мой собственный вымысел и я не знаю гормональный дисбаланс виду 42 летия или это вот показатель того что кто-то где-то счета прицепилась нет это все-таки у тебя дисбаланс внутренний и я думаю что в ближайшие дни ты обретешь гармонию после программы эти расскажу существует целая методика во первых когда плохое настроение нужно принять холодный душ потому что за день ты накапливаешь энергетику и нужно негативную энергетику боюсь удалить воды со своего тела скажем так об горячей нельзя горячей не только холодная вода она очень хорошо помогает и поэтому тебя это просто дисбаланс внутри но плохо когда наоборот человек начинает резко болеть у него случаются неприятные жизненные ситуации и тогда он начинает думать может быть это порча либо к этому человеку кто-то подселился слушая тебе не нравится что вот в этот самый момент очень часто просто мои коллеги психологи говорят о том что это просто способ скинуть ответственность но то есть вот на доброй половине людей ну действительно ничего нет они просто взяли и начали страдать самострадать вот и как к этому относишься или все-таки это просто разные иерархии что называется не валет а король прицепился или там шесть это разная иерархия вот это более подходит к настоящей реальности поэтому чтобы сделать точные выводы нужно долгое время наблюдать за за самим собой до внутри себя ощущать что происходит как происходит если человек просто у него там психологическая издаку это расстройство это одна история если человек начинает резко болеть и на физическом уровне он чувствует жестокий дисбаланс да тогда нужно обращаться к специалистам или он начинает забывать вещи которые он говорил две минуты назад то есть вот в тот момент уже надо исследовать стараться обращаться к специалистам ты знаешь мне нравится то что вот в этой всей твоей теории да нет отрицания чего бы то ни было то есть есть но условно какие-то магические вещи есть старообрядческие есть опять же и церковные тоже да ведь если быть представителем какой-то одной из вот этих ну я не знаю подкастовых социальных клеток назовем это тогда можно отрицать и они же отрицают друг друга все и на это тратит огромное количество времени а вот в твоей системе как это умещать я просто хочу понять да то есть есть вот это есть вот это и они же это же все друг другу противоречит у меня есть градация то есть в примеру существует явление полтергейста существует явление призраков и эти явления они абсолютно разные хотя где-то по природе есть схожая основа да у этих феноменов также и к примеру у человека существует энергетический центр если у человека анахата чакра который отвечает за чувства за доброту не прокачано с точки зрения энергетики да этот человек не будет ощущать внутри себя гармонию у него будет постоянно дисбаланс в отношениях и он нам будет играть в игру когда на нем будет надетый на маска холодного леденящего короля но к примеру да часто сталкиваешься с людьми которые носят вот в виду вот этих вот подселенцев вот эти маски и не снимают слава богу нет в своей практике я стараюсь себя окружать людьми светлыми хорошими и если человеком есть какие-то проблемы в первую очередь как здравый исследователь я его направлю психологу если психолог бессилен да то уже тогда должен работать специалист скажем так по паранормальным явлениям то есть первую очередь любое явление любой феномен нужно объяснить с точки зрения науки если это явление не входит в рамку в рамки объяснения да тогда уже стоит обратиться к другим практикам и самому понять все таки с чем ты столкнулся я вот слушаю тебя и думаю а может ли себе сам себе врач поставить диагноз и человек может может ли себе помочь помочь сам и если нет то как подобрать специалист правильно как не обмануться знаешь шарлатанов очень очень сильно много и кстати говоря из-за этого дамы и господа мы очень часто обесцениваем довольно интересные знания которые на самом деле которых кроется много ответов 95 процентов шарлатанов пример очень много сейчас гадалок экстрасенсов и 95 процентов это шарлатан и 5 процентов это люди которые с рождения обладают даром то есть этот дар нельзя развить чтобы ты понимал этот дар приходит с рождения если человек родился с этим даром он поистине настоящий экстрасенс а если этот даром человек говорит о том что он его развивал развивать можно интуицию с помощью интуиции даже можно прогнозировать многие ситуации своей жизни но в первую очередь нужно конечно обращаться к знакомым друзьям то есть к близкому кругу людей чтобы тебе кого-то посоветовали специалистов если мы будем просто смотреть телевизор да и вот мне понравился я хочу пойти кто знает кто на самом деле скрывается за этим человеком поэтому в первую очередь обратитесь профессиональным кругам или к очень близкому кругу людей которые постоянно постоянно приходит к таким специалистам да и вам может кого-то посоветовать в этом случае вы не попадетесь на уловки мошенников но кто есть кто мы будем разбираться еще как минимум в течение ближайшего часа десяти если мне мои внутренние часы не изменяет но прямо сейчас хочется снизить градус волшебного и предложить вам догадаться кто же у нас зашифрован в рубрике кто есть кто повторюсь с названием прямо сейчас смотрите ролик и угадывайте ну кто же это прямо ума не приложу ну вот кто этот малышок вот кто этот маленький представитель подскажу вам древнейшей журналистской профессии сразу вам подскажу что это мужчина и очень солидный гадайте угадывайте только не на кофейной гуще потому что в принципе если вы смотрите телевизор то наверняка уже какие-то предположения у вас есть ну а натур сибирика подарит вам а вернее тому кто первый дозвониться замечательный приз я вот тут вижу две закрытые коробочки хочется пошутить наконец-то закрытой но на самом деле вот сам сам пробовал сам дозванивался понимаете при представлялся геворгом и выиграл надо сказать вот после этого программный директор нашего канала заблокирует мой мобильный номер приема звонков вот в общем звоните короче говоря и релакс нити просто за то что угадаете звезду в рубрике кто есть кто возвращаюсь к тебе илюш скажи пожалуйста а вот ты сам сталкивался с ну с разочарованием что ли в этой сфере ну то есть вот ты проверил ты поверила потом человек так бац и сдал слава богу нет в моей практике я не сталкивался именно с разочарованием да а вот к примеру у меня еще есть интересная история которая хотела поведать да давай с 2004 год мы ездили в белоруссию существует там такой замок называется гальшанский замок с призраками по преданию когда замок возводили замуровали в одной из стен женщину считалось древнее поверье что когда ты отдаешь кого-то в жертву замок будет стоять очень ноги долго да и он не разрушится и действительно многие туристы которые приезжали туда они рассказывают что то аппаратура начинает разряжаться хотя аккумуляторы на фотоаппарате были заряжены до экскурсовод говорит что по ночам слышат шаги и шорохи как дверь открываются в келье вот и многие не верили а когда мы приехали туда с исследователями у нас были видеокамеры фотоаппараты действительно нам удалось в одной из комнат замка зафиксировать полупрозрачные шалы шары так называемые плазмоиды это энергетические сгустки которые чаще всего появляются в аномальных зонах или в местах где обитает нечисть призраки фантомы и что это вот то что периодически знаешь на фотографиях появляется как белая пяда да только без вспышки она фотографировали это вот единственное важное условие и как ни странно спустя два года туда приезжали археологи и действительно обнаружили в одной из стен кости той самой девушки это реальная история вот и действительно ее неупокойный дух долгие годы обитал в стенах этого замка слушай но это очень интересно а что делать вот ты вот нашел ее а и дальше можно ли ее там допустим освободить отпустить или не разрушить после этого наша задача зафиксировать то есть к примеру я зафиксировал на видео призрак в этот момент я уже понимаю то есть если это происходит в квартире то соответственно нужно позвать специалиста который очистит помещение да и человека избавит от этого призрака ли от злого духа но в первую я правильно понимаю что ты человек который если угодно ставит паранормальный диагноз диагноз конечно абсолютно верно я ставлю паранормальный диагноз у любого человека или в любой локации наша задача сначала задокументировать когда мы задокументировали уже дальше понимание приходит что с этим делать какие существуют универсальные и существуют ли универсальные способы воздействия на то что тебе мешает но после естественно того как ты или специалист это обнаружит но во первых существует различные обереги которые можно дома хранить да и даже неважно человек верит или не верит в любое оберег любая символика внесет в себе энергоинформационный посыл энергетику в том числе очень сильно поэтому в первую очередь надо свою квартиру обустраивать по всем законам стихий чтобы там сахар была всегда хорошая аура и человек гармонично себя чувствовал в этом пространстве и конечно же иметь какие-то обереги защитные да но я бы так сказал если вдруг вы чувствуете что вашей квартире завелась нечесть поэтому надо обязательно позвонить специалисту или позвонить евгению вольтову который сможет порекомендовать хорошего специалиста да но на самом деле если говорить серьезно безусловно любое явление в первую очередь ну нельзя устранять самим да нужно обращаться к людям которые умеют это профессионально делать но наша задача мы ставим первоначальный диагноз а потом уже выписываем инструкцию что ты можешь посоветовать специалиста после того как сам продиагностируешь да конечно и такая практика есть и такие случаи тоже есть когда я советовал именно специалистов чтобы абсолютно бесплатно без денег помог ну вот например если это призрак то это наша общая знакомая которая кстати говоря была на моем эфире николь кузнецова а если это там такая-то такая-то нечисть то это там зерадин рзаев а если вот это прям совсем что-то черное то это вот наташа бантеевой позвони вот собственно популярный проект конечно же в этом плане открывает да все все виды и двери как понять кто я не все могут справиться просто разными способами чтобы понять кто опять же нужно спросить у человека знающего кто в этой сфере знаком либо со всеми либо он является специалистом и тогда человек посоветует конкретного мага или колдуна который сможет помочь в том или вопрос в том или ином вопросе да потому что много людей которые себя называют магами или играют в игру ролевую что я колдун я экстрасенс но мало людей кто с рождения обладает даром и с рождения практикует магией именно занимался этим всю жизнь это после этого он только попал в известный телевизионный проект и так далее то есть к сожалению на сегодняшний день мир оккультных услуг переполнен настолько что он присыщен там значит этот шаманка я не знаю в третьем поколении этого ворожу гадаю на кольцах все правильно ты говоришь я против всяких псевдоискулапов до целителей я за настоящих людей и к сожалению в этой сфере объективно мало я еще раз повторюсь 95 процентов мошенников в сфере оккультных услуг и мало настоящих специалистов которые можно доверять и верить но такие специалисты есть и слава богу в своей жизни я лично знаком с ними и в своей практике я тоже много с чем необъяснимым сталкивался и уже стал настоящим психологом внутри себя когда я понимаю что у человека к примеру дома не барабашка обитает а у него обычное одиночество или девушка с помощью своих каких-то проблем хочет привлечь внимание потому что примеру условия для того чтобы я приехал на расследование да там с аппаратурой или с экстрасенсом должна быть интересная история первую очередь или видеозапись интересная чтобы я выехал уже на место и начал расследовать ты всегда приезжаешь бесплатно и если не бесплатно то сколько стоит твои услуги там абсолютно бесплатно приезжаю я отношусь к своей работе как стилю жизни вот на этой сфере я не зарабатываю денег и в первую очередь моя задача помогать людям у которых реально есть проблема к примеру не так давно ко мне обратилась девушка она говорит илья вот ты как специалист power и совместимости можешь мне подобрать достойную пару я посмотрел что у девушки там такого-то цвета до биополя соответственно ей партнер нужен схожим цветом биополя но немаловажно играет эмоциональный фон на специальном приборе когда я проверял их эмоциональный телефон я понимал в тот момент что у них есть совместимость то есть там будут сложности с точки зрения характера но есть совместимости любого человека любую девушку можно вот так вот тестировать и это все работает потому что это наука то есть в первую очередь я опираюсь на научные знания и на научную аппаратуру а уже в последующем прибегаю каким-то оккультным практикам но узнавать о том что такое паранормальное явление мы продолжим сразу после того как в эфире вы просто увидите данный нет наверное она все-таки просто красивая девушка которая впускает музыку в свою жизнь и в вашу тоже елка оставляю ненадолго наш эфир продолжается эта формула юмора поправили осаночки сели красиво перед телевизором и позвонили по телефону прямого эфира 4 9 5 2 7 6 2 9 49 это стоит сделать в том случае если вы хотите спросить о чем-то паранормальном потому что гость сегодня соответствующие и по экспертной составляющей и вообще человек хороший поможет без оплаты я вот так вот сказал я сагляни у меня сегодня в гостях еще раз привет привет да для тех кто только что присоединился напоминаю способы связи это социальные сети это наш телефон прямого эфира и конечно же короткий номер для sms сообщений часто ли ты сталкиваешься с недовольными клиентами и что может если сталкивался то что говорят то люди то типа да не барабашка это это в итоге кошка но были случаи когда мы человеку помогали да и он утверждал что вот вы вы помогли все теперь у меня ничего не происходит в квартире вдруг ни с того ни сего через неделю у него снова что-то начинает происходить он говорит что там он слышит звуки двери сами открываются ночью уже священника пять раз вызывали он освещал квартиру вот я ему задаю вопрос вы можете поставить видеокамеру да что чтобы что-то зафиксировать нет приезжайте к нам а когда мы приехали к этим людям я выяснил что у них соседские воины в подъезде и так как мы приезжаем с телевидением чаще всего да вот им важно где-то это было осветить то есть иногда паранормальные явления к сожалению впутывают в какие-то бытовые проблемы и такое происходит редко к счастью вот но такие истории были да когда клиент недоволен но он недоволен потому что ему надо быть в тот момент таким с кем из коллег тебе работает легче всего и результат выше обычно но я очень верю зеродину вот своему другу коллеги также конечно же николь кузнецова которую у тебя была в программе дело в том что зеродином как-то давным-давно выезжали в одну из сильнейших аномальных зон подмосковья там существует такое явление местные жители видят огненные шары то есть эти шары похожи на шаровую молнию но это не шаровая молния по своей природе их называют плазмоиды вот они чаще всего в гиблых местах проявляются в местах где есть тектонический разлом да и я не буду сейчас физикой объяснять эту всю историю но в общем если объясняешь так это уже очень интересно наконец-то мы хоть вот я начну понимать с точки зрения науки существует тектонический разлом трещина в земной коре в любой трещине в земной находится кварц подобно пьезы эффект как эффект зажигалки оттуда но выходит искра и эти шары и поднимается из недр литосфер и соответственно люди их видят чаще всего почему в аномальных зонах потому что это место места с повышенным энергетическим фоном и вот в одной из подмосковных деревьев деревень местные жители часто эти шары видели там даже были случаи когда эти шары залетали в дома люди сильно пугали они при этом опасны конечно они очень опасны потому что ну любой шар этот объект он обладает высокой температурой а то есть это может загореть конечно и взорваться в том числе это очень опасно но в той деревне это происходит не из-за этого там когда-то жила женщина местная ведьма которая прокляла этот поселок и все кто там живут постоянно сталкиваются с нечистью это реальная история мы сами приезжали туда и много озеро один рассказал того что даже местные жители не знали но люди которые там давно живут они подтвердили все эти его слова и он очень сильно им помог и на сегодняшний день там намного меньше происходит таких явлений и слава богу люди живут счастливы в гармонии но вот самый забавный смешной случай когда ты смеялся просто ну да слез когда прям может быть даже не то что зазря приехал но прям вот реально паранормальная с тобой сыграла добрую шутку я как раз вспомнил эту историю так у меня очень много сообщений в социальных сетях мне написал парень который утверждал что он контактирует с неземными цивилизациями и при этом он присылает фотографию с принтером на котором простая кириллица в перевернутом формате вот и он говорит что это коды из параллельного мира к нему приходит тогда я очень сильно смеялся понимал что этому человеку нужен психолог если он психологу сегодня не обратиться то завтра уже будет поздно я правильно понимаю что человек просто перевернул да да сфоткал и прислал мне в личные сообщения но конечно это бред абсурд но люди для того чтобы привлечь к себе внимание прибегают к разным способом вот я считаю если ты специалист в одной области там авторитетный психолог или специалист по паранормальным явлениям может давать советы в разных областях но специалист должен быть верен своей аудитории своим навыкам и своему труду а если ты пытаешься привлечь внимание чтобы тебя заметили где-то особенно в паранормальной сфере это отвратительное что или вот к примеру с совсем недавнего присылает девушка мне свои фотографии говорит я потомственная ведьма и последующее сообщение которое мне написала о илья мы хотели бы с вами встретиться вот мне очень интересно по познакомиться вот я и моя подруга я уже тогда понимаю что цель всего общения познакомиться а не рассказать о своих способностях или меня просветить возможно в какой в какой тематике вот к сожалению такие случаи бывают но меня эти случаи радуют потому что чем больше людей тем больше я понимаю по-настоящему как устроен человек изнутри и мне это очень нравится хочется поговорить еще при этом о том не что возможно делает нашу жизнь труднее и мистичнее а если веришь ли ты например вот в энергетические каналы в места силы если да то в каких бывало расскажи я был на урале а там есть одна гора по преданию туда приходят местные жителям повязывают ленточки и загадывают желание эти желания сбываются я очень верю в места силы потому что наша земля устроена как сетка откуда бьет положительная и негативная энергетика вот места силы исключительно формируется из хорошего положительного энергетического фона в таких местах люди заряжаются в таких местах люди исцеляются и также ты приобретаешь большой огромный резерв своей личной энергии которую ты потом можешь направлять в нужное русло и добиваться больших успехов поэтому вот я советую кто живет в москве до сходить в коломенское известное место силы царицыно там есть очень сильные энергетические места кузьминский парк и вот даже летом в кузьминском парке я видел целые группы людей медитировали в этом энергетическом месте потому что человек сливается с природой и в этот момент ты по-настоящему заряжаешься силой очень большой такой мощный и ты в жизни потом себя по-другому чувствуешь и в том числе человек развивает интуицию в этом моменте то есть когда человек заряжается энергией он также взаимодействует с внутренними кола каналами своими тем самым может интуицию развивать и расти в духовном плане как разубедить скептика в том во что он не верит разубеждать никого не надо каждый человек либо верит либо не верит но любой человек живущий на планете земля рано или поздно сталкивался с чем-то необъяснимым или когда-то ему бабушка или про дед рассказывал какие-то странные истории которые выбивались из общей логики и конечно же тут переубеждать не стоит так как у любого человека есть право выбора но если ты не веришь то я тогда могу пожелать пусть ты столкнешься с каким-то необъяснимым явлением и тогда ты поймешь что наша вселенная она многогранна не все так просто устроено в этом мире и может за этим кроется просто страх чтобы не сталкиваться с этим ну в том числе такое может быть да но чтобы точно об этом сказать нужно самого человека спросить то есть я не в силах понять иногда психологию людей да во что они верят во что нет вот я верю в то что к примеру мы находимся во вселенной не одни конечно же существует тысячи сотни правильных миров я верю в места силы я знаю что они существуют я знаю как заряжаться энергией как ее расходовать для себя самого так чтобы это приносило человеку успех и позитив но успех и позитив приносит нам не только классные гости которые у меня сегодня но и конечно же музыка вы хочется процитировать известную певицу катю иванчиков по фамилии то кстати говоря по значимости имени и фамилии мы поговорим с тобой сразу после музыкальной паузы ладно уж так и быть айова улыбайся улыбайтесь друзья понравилось я не знаю вот наш эфир продолжается и прямо сейчас говорили о таких штуках о которых так и быть вам тоже расскажу спросил у ильи соглияния потрясающего специалиста который знает по моему и может продиагностировать практически все я думаю что концу эфира вопросов у меня не останется спросил просто аксессуары о том чем окружаем нас да вот браслетики какие-то цепочечки да ведь это же все тоже неспроста эта форма защита знаешь раньше латы надевали чтоб точно не это конечно не не долбанула где-нибудь а сейчас то вроде бы как бы более-менее безопасно проживать можно просто вот понавешать всякой мистики вот это вот например я купил в каком-то из переходов не знаю почему это змея вот скажи только опираясь вот на знание зачем такие вещи происходят любое любой предмет любое изображение несет в себе энергетику змея по своей сути да это очень хитрое животное и очень сильно энергетически поэтому иногда человек смотрит на вещь она ему понравилась и он просто наделал там на палец то есть это нехватка это нехватка хитрости это это интуитивное решение твое которое тебе пришло не случайно возможно именно этот атрибут дополнит твое целостное энергетическое поле но она может как наполнить так и разрушить я сейчас на него смотрю и так думаю слушайте но как-то вот агрессивнее тебе подходит прям сразу захотелось взять волшебную палочку и произнести а вот такие добрые но вообще я бы советовал человеку выбирать атрибут или предмет уже зная его историю то есть не просто случайно хватает да его и надевать на себя а почитать об этом предмете или об этом изображении какую энергетику несет примеру если человек сделаю татуировку которому не подходит он может изменить свою судьбу у него начнут происходить жизни плохие события из-за того что это изображение несет в себе негативную энергию и все его личные перипетии да или там личная жизнь она может пойти на дно из-за того что обычная татуировка повлияла он это никогда не поймет но в первую очередь если вы хотите выбрать себе атрибут или сделать татуировку надо почитать об этой татуировке какую в себе энергетику это изображение несет потому что любого изображения есть свое энергоинформационное поле и в том числе любой предмет записывают информацию и важно всегда покупать вещи новые так как у них чистая энергия а как ты относишься к подаркам которые несут в себе помимо практической составляющей то есть не телефон подарили а например браслет золотой или например цепочку можно ли вообще такие вещи носить то что знаю что кто-то приходит надевает бездумно это а по вы некоторые экстрасенсы и сильные мира всего всего говорят потом что это же окольцевание это же привязки там чё только мы чё только нельзя сделать на 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 борту золотую цепочку здесь очень просто кому-то подходит серебро кому-то золото в том числе это надо смотреть кто познал взгляд от человека там много разных составляющих и от этого уже дальше шагать и вот мне подходит золото я это знаю мне нравится золото поэтому я ношу золото кому-то золото не подходит но это не говорит о том что у человека будут какие-то плохие события в жизни происходить просто он будет себя чувствовать ухудшим до подавленным у него не будет энергии так как предмет некоторый может забирать в себя человеческую энергию давай будем образовывать наше юмористическое население телевизионное какие книги стоит прочитать вот или там может быть фильмы посмотреть которые дадут правдивую информацию они вот это вот намешанная очень хороший фильма для общего развития конечно многие смотрели там фильм секрет известны что мысли материальные трансерфинг трансерфинг да и мой знакомый очень хорошо знаком с вадимом зеландом который написал об этом это действительно все работает также почитать книжки я бы рекомендовал людям про осознанное сновидение пример ты же не знаешь что своим сном можно управлять существует такое явление как осознанное сновидение и человек когда при определенных обстоятельствах он отключает внутренний диалог убирает все из головы мысли он впадает в некое состояние во сне когда он может сам строить свой сценарий и даже была очень интересная практика у нас в исследованиях когда привозили обычная кровать это можете представить ставили их в лесу брали профессиональных сновидцев профессиональным языком их называют дримхакеры люди которые взламывают сновидения это новая тема об этом мало где все с массой информации рассказывают и у каждого сновидца был свой блокнот примеру парень незнакомой жизни с девушкой увидел во сне ее адрес точный его записал некоторым людям снились одни и те же одинаковые сны в мире сновидения много загадок таких что я бы так сказал с помощью сна можно стать настоящим экстрасенсом разломать реальность но этим нужно заниматься нужно долго проходить различные практики и вообще мир сновидения это самая точная наука потому что именно во сне человеку могут приходить умершие родственники передавать информацию именно во сне ты можешь видеть те события которые случаются случаются в твоей жизни и я очень верю в сны поэтому я рекомендовал почитать об этом так как любой сон это знак свыше то есть начать изучать сны конечно а при помощи чего это стоит ну во-первых наверно сон важно нормализовать первую очередь конечно от этого тоже слушая невозможно вот я например по за последнюю неделю я вот вот сейчас сижу и думаю последнюю неделю я спал тогда когда никогда ну то есть очень мало на это все особенно в условиях крупных городов мегаполис когда мы бежим сегодня за продуктами завтра на работу да и за продуктами на работу мы бегаем регулярно пять через два буквально вот есть ли советы о том как и энергетически и физически при этом отдыхать потому что знаешь вот сходишь например ну вот на ту же самую йогу ощущение что поработала не отдохну ты знаешь эти так скажи нужно заниматься интимом давать себе выходные обязательно сколько человек работает столько он должен отдыхать тогда здесь будет настоящая гармония если происходит что ты работаешь много отдыхаешь мало ты начинаешь чувствовать себе дисбаланс и уже горит красный свет поэтому нужно остановиться и все-таки отдохнуть хотя бы там два-три дня восстановить свою энергетическую составляющую каким образом отдыхать вот я по себе на природу путешествия посмотри ты приезжаешь на природу ложишься даже пускай отключаешь мобильный телефон но возвращаясь в понедельник там на работу такое у меня лично случалось да не отдохнулась слушай ну значит не тот способ не неправильно отдыхал надо отдыхать так чтобы отдохнуть всегда при любом раскладе при любых обстоятельствах и посвящать этому немало времени сколько ты работаешь сколько находишься телефоном столько и отдыхай и в первую очередь конечно важно отдыхать и душевно и телом так как тогда человек по-настоящему восстанавливается поскольку мы сегодня разгадываем помимо всего прочего еще и формулу юмора да есть юмор белый есть юмор черный но белый клиширован да это просто хорошие добрые шутки из нашей социальной действительности а есть юмор черный начинается начиная с сарказмом и и заканчивая там жесткими возможно где-то пошлыми шутками можно ли накликать на себя какую-то беду просто злоупотребляя юмором ведь это же тоже сильное оружие согласен слова это уже оружие и слова можно убить человека безусловно но я думаю что если ты в юмор вкладываешь мысленный юмор то здесь только ты вызовешь у человека улыбку и не более того но конечно как любое слово несет себе также энергию надо желать людям всегда позитив и не говорить такую такое слово я хочу чтобы было чтобы было нельзя пусть у тебя будет это правильное программирование тогда у человека будет я добавлю пускай потому что пусть от слова пусто да 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 пускай пускай у тебя будет все хорошо пускай у тебя будет позитивное настроение и только вот тогда человек по-настоящему себя начнет ощущать по-другому вообще я люблю юмор верю в юмор и считаю что с помощью юмора можно излечивать душу и в том числе свое сознание поэтому надо шутить чаще тогда у нас будет больше добра тогда деликатный вопрос а можно ли их ты а можно ли шутить над вот этим паранормальным можно ли при помощи юмора например успокоить собственного домового но с помощью юмора точно нельзя успокоить дома домового но мне кажется с помощью юмора можно приводить различные аналогии и объяснять людям что существует потусторонний мир но он бывает и добрый и очень позитивный да но при помощи его наверняка можно чаще сталкиваться с позитивным конечно конечно и поэтому я считаю вообще что человек также обязан шутить так как это тоже абсолютно точно является для него неким отдыхом можно так сказать я знаю что ты помимо всего прочего занимаешься еще и ну пиар деятельностью да вот хочется во первых узнать как все успеваешь во вторых как это все совмещается потому что знаешь я могу мы очень часто с тобой сталкиваемся на эфирах других каналов и ты каждый раз открываешься на какой-то новой грани здесь здесь пиар тут уфолог здесь эксперт здесь чуть психолог здесь немного экстрасенс это все удается гармонично сочетать потому что я у тебя спрашиваю я понимаю что ты в этом разбираешься понимаешь и это 10 отдельные советы которые можно принимать отдыхаешь как и как сами отдыхаю редко но посвящает этому очень много времени я очень люблю свою работу работу как пиарщик и этой работой отдаю отдаюсь полностью так как здесь все сочетается воедино я исследую всегда я верен своему зрителю при этом я понимаю что существует работа где надо зарабатывать деньги и вы и в эту сферу я погрузил погружаюсь абсолютно по уши и во всех ее проявлениях так как деньги это энергия деньги должны быть у в особенного мужика и поэтому я стараюсь совмещать все так как если все это назвать но мы находимся в шоу-бизнесе по большому счету это шоу-бизнес и к сожалению большому сожалению сейчас я уже в плане исследователей опопсел и даю только советы но меньше посвящая времени поездкам хотя мне это очень хочется но с другой стороны я приобретаю другую для себя грань который мне тоже во многом помогает и как-то совмещаю такую что-то получаешь замен на я был я длительскую деятельность я получаю я получаю взамен силы энергию и этой энергии помогает мне раздвигать горы которые и популярность но безусловно конечно любая популярность или известность да это также энергия и ее надо использовать в благих целях вот мне интересно людям помогать вот просто я к примеру заехал на заправку заправить свой автомобиль и увидел что там ящичек ребенку собирают деньги на операцию я помог благотворительность это способ когда ты платишь за свои какие-то плохие поступки поэтому я своей жизни хочу совершать больше добрых поступков мне поистине это в глубине души хочется и я для этого совершаю уже действия чтобы потом себя чувствовать комфортно я ни разу тебя не видел в дурном настроении наверное слава богу но наверняка ты изо дня в день как зарядку может быть до делаешь какие-то может быть практики или может быть вообще ничего не я просто с утра слушаю музыку и читаю юмор ты не поверишь именно с помощью этого я стараюсь гармонично себя ощущать по жизни но а вообще если у меня плохое настроение так как это еще хороший психолог я обязательно тебе как-нибудь ватсап напишу чтобы мне дал дельный совет иногда правда этого не хватает так как ты пытаешься везде успеть но есть у тебя свои личные какие-то непонятные вопросы в глубине души и ты когда остаешься один наедине со своими мыслями понимаешь что нужна еще и помощь иногда специалиста да к специалистам по юмору можете обращаться именно на этой телевизионной кнопки прямо сейчас музыкальная пауза далее продолжим наш эфир продолжается и прямо сейчас заглянув вот просто в социальные сети на просторы действительно юмористический канал порождать юмористическую аудиторию давай поговорим о художественном кинематографе ведь тоже ведь наверняка все не неспроста вот все эти касперы йети снежный человек гарри альф да полно всего мумия опять же да вот мы сейчас вообще выжила все рейтинге бьет вот это же ведь тоже наверное ну не придумка в состоянии алкогольного опьянения чья-то русалтики так как я люблю очень ужастики вообще фанат жанра хоррор вот я скажу так есть фильмы реально правдоподобные вот ведьма из блэр основана реальных событий абсолютно сто процентов и эта история настоящая демона эмили роуз настоящая история даже существует подлинная видеозапись когда священники проводили обряд экзорцизма у девушка говорила одновременно на трех языках разных да и там уже что происходило я смотрел все эти фильмы и я в какой-то период своей жизни прям щекотал себе нервы и прям смотрел узнавал читал там же и действительно в баварии где-то захороненная этого барышня которая конечно и и существует реальные истории на основе которых снимают потом фильмы но к сожалению сейчас западный кинематограф снимают не очень интересные фильмы в плане приукрации сфере до фэнтези ужастиков но зато вот кстати россия за мне очень понравился фильм невеста российские очень интересный сценарий и отчасти он правдоподобен то есть там тоже есть фантастика но русские начали делать прямо хорошие такие ужастики на вот мастер маргарита маргарита конечно это вообще настоящий сериал о жизни существует белые темные силы инь-янь и я в это верю и поэтому начну и дневной дозор то же самое конечно да на новый манер а а вий вий тоже хороший вот но честно говоря читать мне больше нравилось чем смотреть ну так там камеры еще не было понятно это логично если бы были наталья варлей летала бы сама я так полагаю и но и если предложение когда поступит сняться в каком-нибудь фильме а если нам двоим поступит с тобой это вообще будет замечательно я бы хотел именно снять сняться в ужастике и сыграть самого себя потому что существует разные актеры да но когда человек играет сам себя даже не являясь профессиональным актером мне кажется все равно для зрителя это вот подлинный истинный путь когда если в этом ужастике ты в конце концов но я не знаю погибаешь от рук Фредерика Крюгера слушай но в таких я не готов сниматься потому что я суеверный парень и я хочу только в ужастике жить со счастливым понцом погибать нельзя да 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 поэтому но вот возвращаясь опять же к каким-то на первый взгляд ну забавным да персонажем вот те же ети или касперы если в этом ну доля правды которую почерпнул режиссер или сценарист для того чтобы вот или это полностью выдумка ты сам как но во-первых к примеру в грузии там на кавказе многие очевидцы рассказывают что встречались там со снежным человеком якобы да и конечно нога огромная да я я и описывают все по-разному но я так скажу что конечно существуют различные явления и в которые можно верить в некоторые нельзя верить но я точно знаю что есть загробный мир и мы постоянно контактируем с иной реальностью только это происходит в разных сферах жизнедеятельности и конечно же все это не случайно и каждый режиссер там или просто обычный творческий человек после столкновения с нечто может там снять документальный фильм предположим да я верю очень в загробный мир и знаю что существует мир джиннов и это правда жизни это не вымышленная история и все это существует ну вот я знаю что один американский то ли парапсихолог то ли просто медиамагнат не вспомнил к сожалению имени даже учредил премию в 1 миллион долларов дат тому человеку который докажет наличие ну не паранормального а именно магического да вот скажи мне пожалуйста столько работы можешь попробовать скажем так попресендовать на эту премию конечно я готов куда надо заявку подать ты мне скажи я прям готов я тебе после эфира расскажу обязательно потому что я насколько я знаю даже вот твои коллеги из битвы экстрасенсов да там в конце еще михаил пореченков в свое время говаривал давайте-ка мы вот человек с рукой как лучшего отправим куда вот это куда-то там вот на этот конкурс и тем не менее ни одному человеку пока не досталось почему потому что скептики или потому что они хотят в это не верить мне кажется потому что скептики это ближе вот в примеру существует премия в россии гарри гудинина меня недавно приглашали меня на мероприятие типа или я приезжайте там вот мы мы будем рассказывать об этой премии что на сегодняшний день нет экстрасенсов которые бы получили эту премию и выиграли бы там один миллион рублей по разыгрывается в общем глупости полная во первых любого экстрасенса должен должна проверять государственная комиссия если вы обычный там не знаю общественный деятель или вы организовали сообщество людей ученых даже при российской академии наук которые способны проверять экстрасенсов но в первую очередь это должны делать это должно быть от государства инициатива официально должна исходить от нашего государства и если наш любимый всеми президент скажет что мы создаем комиссию и будем проверять экстрасенсов то конечно я уверяю что среди сотен людей будут настоящие люди которые обладают даром которые будут помогать нашу нашей стране или обычным людям и нести добро не завербуют ли понимаешь это другой вопрос вот окажется человек понимаешь могу вот вот силой мысли поднять стул и скажет какая хорошая способность то все таки вот я надеюсь что не завербует и любые способности нужно использовать только в благих целях и вообще верить в любовь позитив смотреть формулу юмора так как я считаю все это несет в себе очень мощный эмоциональный положительный подъем положительный заряд но о что здесь сказать в том случае дамы и и господа скептики если вы вдруг смотрите прямо сейчас наш эфир то оставлю вас наедине с ольгой игоревной бузовой как она говорила привыкайте класс если вы не привыкли просыпаться и продолжать свой день в хорошем настроении вот вам пожалуйста ольга игоревна бузова вот вам пожалуйста евгений ксанч вольтов и я как по бачке с игляния и илья с игляния не обязательно вот знать вам как зовут у отца столь известного специалиста в области паранормальных явлений скажи пожалуйста а вот почему так случается что ты как-то вот все в других проектах а свой то когда организуешь что не знаю если пособие предложения быть вот это самая распространенная ошибка мы ничего в своей жизни так долго не делаем и так часто как ждем согласен но я сейчас снимаю к примеру меня параллельно идет видеоблог в интернете и то есть что-то уже свои конечно что то есть свое да у меня есть своя аудитория там не несколько тысяч подписчиков которые постоянно смотрят отслеживать мои эфиры а вообще я хочу быть ведущим но чтобы быть ведущим надо еще работать поэтому я работаю работаю над собой работаю над ошибками занимаюсь техникой речи и параллельно посвящаю этому немало времени слушай ну можно же обратиться к каким-нибудь своим звездным коллегам и ускорить этот вопрос почему ты этого не делаешь ты же ведь не делаешь я знаю Женя я после эфира с вами пообщаюсь лично у нас что-то будет совместное и кто нам будет где-то мешать мы будем там воздействовать вот я прям в борьбе все способы хороши прям там-то и по воздействию ну а какие планы вот я бы не хотел называть это творческие профессиональные планы ну во-первых раскручивать свое имя это первоначально и самое главное дело которым я занимаюсь параллельно я хочу скоро кстати создать правительское агентство об этом я не буду здесь в подробностях говорить но мы пообщаемся сначала делать а потом рассказать да 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 потому что обычно знаешь случается так это вот всем всем расскажешь кто-нибудь еще идею упрет а потом а потом смотришь и и песни то одни и те же вот как ты кстати говоря относишься к плагиату слушай плохо очень отношусь но если этот плагиат качественно сделан то тогда это можно слушать но вообще считаю нужно свое что-то делать хотя ты знаешь в отечественном шоу-бизнесе так все устроено что есть уже известная схема по которым можно работать расскажи пожалуйста нашему нашему телевизионному зрителю который вот сидит и мечтает когда-нибудь оказаться на месте я не знаю наргиз закирова или максима фадеева или алла борисовна пугачева ну вот он говорит вот сейчас вот июха то мне подскажет и тогда сразу все получится я очень уважаю люблю максима фадеева я тоже люблю талантливейшая музыка которая вот просто действительно можно слушать абсолютно точно да и слава богу моей жизни удалось познакомиться жаль что дорого Максим Александрович ну избавьте ценник то за песню но я думаю что настоящему продюсеру более известны вот эти формулы все да но я думаю что если песня даже является плагиатом она хорошо сделана да там отличный вокал то почему эту песню не поставить бы на радио ну да она на какую-то известную исполнительницу похожа везде все похожи я начал наблюдать и понял что сейчас люди для того чтобы не сталкиваться с плагиатом делают потом плагиат сами на себя вот знаешь это вот одну песню спела вторую два раза поменяла слова четыре раза мелодию чуть-чуть совсем а так ведь одно же же тоже разве это развитие музыкальное нет конечно нет но если делать свое то только когда у тебя есть хороший профессиональный настоящий продюсер продюсер не хотите искать продюсера становитесь сами вот как Илья Саглиани а вот чего бы ты никогда в своей профессии себе не позволил принципы принцип не обманывать своего зрителя никогда это очень важно потому что если ты один специалист в этой области будь им не становись потом певцом да если ты к примеру человек творческий ты давно музыкой занимаешься почему бы тебя не реализоваться в разных сферах то есть я считаю что чем человек более многогранный тем много у него различных ресурсов но в первую очередь надо заниматься тем что у тебя получается лучше всего если тебе дано хорошо говорить от природы да к примеру будь ведущим покоряй миллионы языком взглядом улыбкой подожди но ты же вот многогранный человек но и при этом на мне подсказывает прямо сейчас что у нас звонок я задам про многогранность сразу после него алло вы в эфире здравствуйте алло здравствуйте здравствуйте как зовут вас меня зовут Ирина очень приятно ваш вопрос и возможно вы хотите получить да я бы хотела обгадать во первых киноленту желаю удачи вам спасибо я думаю что у нас наш прекрасный ведущий наш веселый позитивный человек Иван Ургант ну вот как бы мне не хотелось ввести этот пакет домой вы угадали здорово поздравляю вас это действительно Ваня Ургант хорошо что не сказали Григорий оставайтесь на линии наш музыкальный редактор подскажет как забрать приз ну и конечно вопрос я хотела бы задать есть ли у вас личный рецепт успеха и расскажите о нем пожалуйста личный секрет успеха да секрет успеха формула успеха не сидеть на диване заниматься любимым делом и всю свою энергию направлять в то русло которое тебе нравится и которое тебе приносит моральное и неморальное удовлетворение вот собственно на этой позитивнейшей ноте мне хочется поблагодарить тебя за то что ты пришел классно было приходи пожалуйста еще придешь приду конечно зовите с удовольствием приду не придешь позвоню бантеевой приведет понимаете не будем превращать юмор бокс в абсолютную мистику но немножечко чуда вам на эти выходные точно пожелаю с огромной радостью увидимся в следующую пятницу как всегда звездные гости и как всегда хорошее настроение и очередная формула юмора пока-пока